Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе в ВК. И всем привет! А4, Глент! И сегодня мы проведем 24 часа в этом камере. Вас ждет очень много сюрпризов, а еще у нас очень много разных штучек интересных, которые мы хотим вам сегодня показать. У нас сегодня нет никакого плана и сценария, поэтому будьте с нами, смотрите этот ролик до конца, ведь никто не знает, куда нас приведет этот ролик. Давайте, ребята, быстренько взглянем на эту тачку, посмотрите. Фара просто на всю морду. Вы посмотрите, как она выглядит сбоку. Это новейшая технологическая тачка, здесь полно разных функций. И, например, она может ехать вот так. Ну, не так, а вот так. Крабиком. Также зацените, сколько у нас здесь сюрпризов для вас. Тут так много всего, нам точно сегодня не будет скучно. Ну что, Глент, выдвигаемся? Выдвигаемся! Ну, начинается все вот с такого вот приятного двухцветного салона. Белый, черный. Видно, капец! Вот смотрите, у меня еще собственная крыша, два таких приятных люка. Ну что, вы готовы? Поехали, Глентик! Куда? Куда глаза глядят? У нас снова оператор. Чего? Саламу алейкум, Серега! Здорово! Здрасте, здрасте! Ты что тут в Дубае делаешь? Я, это, прилетал мимо. Думаю, дай, зайду, помогу, ребята, сниму крутой ролик им. 24 часа в камере в Дубае, погнали. Первое, что я сразу же заметил в этом камере, это то, что парктроники здесь не пищат, а вибрируют в попу. То есть если ты задаешь задом и близком подъезжаешь к какому-то опасному моменту, в попу так... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет. Его тут нет, это электрическая машина. Вот, о, вот. Вон то, да, место такое, стандартное, стандартное пассажирское. Так, все, нашло наше место, как раз оно вон сзади. Я отпускаю тормоз, все, больше ничего не делаю. Очень страшно, очень страшно. Машина сама притормаживает, вот моя нога, вот она, вот она. О, мое, как стрёмно, только не веришься. Мы приближаемся. Пожалуйста, тихо, 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 тихо. Он вибрирует. Все. И к... Держи штурвал. А что здесь такое? Она чуть-чуть вперед хочет подъехать. Как страшно. Все, остановилось. Это что такое вообще? Скоро вообще не надо будет учиться ездить, машина будет сама все делать. Давайте сразу проверим зарядку беспроводную. Это электрическая машина. Беру. Опа, что это за аватарка? Это... Это я... Как это объяснить даже? Была ситуация. Да, была ситуация. Вот, капец он обалдеет сейчас, когда ролик увидим. Ну, заряжает. Ну, прикольно. Ну, тут есть функция, я вот хочу разобраться, когда машина ездит крабиком. Держи. Все, она прогружается. Теперь я отпускаю. О, ду-ду-ду-ду, смотри, нарисован крабик. Тут нарисовали крабика. Нет, вот-вот-вот-вот. Опа. Крабик. Так, я выйду. Я выйду. Я зачекаю, должен это зачекать. Погнали. Ну, чуть-чуть есть крабик. Так необычно. У меня мозг ломается, машина так не может ехать. Ну, смотрите, это колесо наклонилось влево. Сейчас вправо. Поверни. О, оба колеса влево. Это уже хана. Прикольно, прикольно. Помимо того, что у нас очень много вещей в багажнике, еще здесь очень много вещей сзади. Например, как насчет холодильника. О, как-то сильного. Чего? Какой он красивый. Чего? Опа. Тут всякие вкусняшки. Например, мы купили вам показать. Это кока-кола. И знаете, в чем ее фишка? Рецепт этой кока-колы придумал искусственный интеллект. Прикиньте? Свабе вембе. Хочу. Но это другой напиток, это не кола. Все на пробу, все на пробу. Типа это вкусно, по газированности как кола, но это не кола. Вообще не кола, это... Да, нет, я точно определена. Это тархун смешанный с колой. У меня привкус тархуна вот в правой щеке был вопечай. Но, ребята, какой вкус не меняется никогда и всегда стабильно вкусный. Конечно же, лава-лава, фанты-монстры. Сейчас он еще чуть-чуть больше охладится и попьем. Также, ребята, у нас есть вот такая вот еще малышка. Это очки дополненной реальности. Мы обязательно их настроим, наденем их на себя и покажем, как это. Также есть... Откройте рот, закройте глаза. Что это такое? Что это? А, фух. На секунду запекло язык, я подумал, что это какой-то муравей на меня сел. Перцовка. Ого. Ого, первый раз вижу, что это? Никогда вы не видели. Я в Шреке такое видел. Я такое видел. Где-то. А вы видели, нет? У вас есть такие освежители магазинов? Это кто купил? Что это? Это Серега. Нет, 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 это шло здесь, ну, тестинг. Ничего ты казанул. Ой, ребята, сегодня такая приятная компания собралась. Ну как лайки поставить? Ну как на этом ролике не набрать полтора миллиона лайков? Реально. Настальжи лайк. Готовы. Чего? Это что такое? Очень быстро. Ребята, что делаем? Есть одно крутое место. Фудкорт для тачи. А? Гоу. Вот, смотрите. Это прям полноценные кафешки. Сюда можно вот так вот заезжать и стоять в очереди в разное заведение. Куда поедем? Ну, я предлагаю вот в эту бургерную. Хардис? Да. Да, там легендарные бургеры. Хай. Мы нужны суперстар чикен филет 2. И только суперстар. Сейчас я вам и оплачу. Деда. Вы просто посмотрите на этого кабанчика. Какой он огромный. У меня просто... После плотного обеда надо попить. Дать газу, так сказать. Да. Родной вкус. Вкуснота. Мы объелись, обжрались. Ребята, ребята. Мне кажется, что-то хочется как-то издремнуть. Нас покидает боец. Срочно, срочно, помогите. Блин, как ты удобно выглядишь. Он прям так лег хорошо. Ой, тихо сейчас ты его... Походу, разбудишь не его, а желудок его. Водила. В общем, сейчас будем еще дозаправляться кофейком. Это первое. What's this? Toppinut. Toppinut latte. Так, это мое, значит, это Влада. Так, ну что, пробуем свои напитки, которые мы взяли. Влад уже пробует во сне. Владик. Вкусно. Владик, попробуй напиток, который взяли. О, капец ему прибило после еды. Я пробую на вкус сначала фракуччино-серенки. Доброго. Я пил нормально темно, такая же сладкая. Это... Бомба. Это плюс 1000 лайф. У меня такой более сбалансированный. Очень хорош. Оба, посмотрите здесь. Что написано? Fast X. Забавно, тачки подвешены на прищепки. Last X. А, last X. They're last. Прикольно. Это да. Есть предложение снять крышу полностью. Все четыре отделения. Берем рычаг. Тянем. И второй рычаг тоже. Снимаем, блин. Реально, как в конструкторе. Тяжелая? Да, очень. Блин, прикольно. Это реально, как какой-то конструктор. То, что надо мужикам. Вот мужики любят этим заниматься. Настоящие. Да, пацанская тяжелка. А, мамами, а потом это ставить назад. Полиция, вот, посмотри, вот так выглядит дубайская полиция. На, открываем это все дело крышкой. И что у нас получается? Ну, моя, ну, не могу. Кайф. Просто, что за Санта-Моника вайп? Вау, покажите, покажите. Еще есть предложение посмотреть, что у нас в багаже. О, это что такое? И еще, во, во, стой, 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 стой. Да ну, да ну. Уу. Итак, здесь у нас молодость. Лед еще не растаял? Лед еще есть, естественно. Естественно. Холодильник имеется у нас, есть переходник. И смотрите, что здесь? Розетка. Розетка настоящая. Что еще? Много еды. Теннисные шарики. О, а не хочется свяжиться, там видно свяжитель какой-то. Так, это что такое? Как это работает? На, кнопка там есть сзади вроде. Ооо. Думает вентилятор и... И... О, это, кстати, очень круто. Прямо как будто дождик пошел. Это надо хранить, только было бы хранить. Приятный, бриз, приятный. Опа. Вот такая штукенция, ребята. Это йогурт, растишка. А вот это настольный теннис. У нас есть стол, потому что можно растянуть на любое расстояние и играть в теннис. Погнали. Так, мы не мусорим, мы не мусорим. Что, турнир? Тут вайпс онли. Да, с куда нам нужно растянуться? На полноценный большой стол. Турнир до трех голов. Один-ноль. Ооо. Да блин, я слишком сильная рука, я не привык. Давай, Серега. Серега. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Один. Один-один. Есть. Два-один, два-один. Два-два. Два-два. Какая переподача. Все, решающий. Чемпион по дубайскому теннису. Ребята, ну это вайп. Объявляется турнир по самому мощному щелбану. Где тренировал щелбан с 2003 года? Владислав Фофанович. А ты кто? Ультра-мега трехпратный чемпион по братскому Фофану. Я знаю, сколько братьям своим Фофан встал. Итак, цифры сейчас по нулям. Давайте первый тестовый. Три-ноль. Сколько щелбанов ты сможешь набить? Кажется, нас развели. Ладно, ладно. Давайте тогда сыграем, кто больше отдаст щелбанов за 20 секунд. А вот сейчас. Раз, два, три. Нормально, нормально. Опа, вторая. А, нельзя. Опа, на. Ты друга на разборку позвал? Стоп, 70. Раз, два, три. Что это за пальцы движения вот такие? Ладно, щелбаны, щелбаны, пошли. Стоп, стоп, 63. И забитая рука. Раз, два, три. Ой, как это больно. Я понял. Я без щитов, я без щитов. Я вот только щелбаны. Давай, 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 давай. Я пропадиваюсь. Причастный другой палец, извините. Стоп. Стоп. Стоп 51. Чемпионом становится. Владик А4. Ну что, предлагаю продолжать наш трип. И да распакуем все в пустыне. Все, запаковываемся. О, а без крыши-то щас поедем. Мы едем, пацаны в телефонах, а я увидел лук. Капец, луна, с днем. Продолжаем. Там вдали, походу, нефть добывают. Вот так вот тебя Влад чувствует сзади. Он весь нагрят, он спокойно висит. И просто вот так... Поэтому я здесь сижу, здесь безопасно. Просто горб надуло. Ребята, очень сильно потемнело. Мы ехали буквально 35 минут, и солнце полностью ушло. Мы приехали в место, где обитают верблюды, и нас заскабили. Ноль верблюдов на горизонте, никого нету. И смотрите, что у нас произошло. Салют, я тут настраиваю эту штуку, я вас вижу прекрасно. Ну как? Как сумасшедший ученый. Нормально, ребята, у меня тут монитор прям на колене. Компьютер, вот, сижу прям. Пальцев сколько? И, блин, реально все видит. И раз уж у нас вышла остановка, Серега, я без кофе реально дальше не поеду. Я ехал очень долго. Мы успели уже закрыть крышу, потому что надувает ветер. Я устал, надо подпитать водителя. У нас тут все для этого есть. Серега пришел вот с таким наборчиком. Что это такое? Для кофе нам понадобится само кофе. Апсула. Просто обычная вода, любая, активная. И посмотрим, что это за вещица. Вот этот сам попорад, как он выглядит. Любавно. Нифига себе. Вот так вот выглядит кофемашинка в дорогу. Она какая-то ручная кофемашина. Включается ли она? Она вообще заряжена? Да, слушай, заработал. Дальше разбирайся сам. Ладно, что у тебя там за звуки? Я качаю такую игру. Ты обалдеешь. Давайте посмотрим, что я снял. О, у меня сейчас сломается голова. Это какой-то двойной просмотр ролика. Так, монитор. Я двигаю монитор, пытаюсь его как-то переместить. О! Бешеный, что там такое? Смотрите, вот мы общаемся, да, типа. Привет, пацаны, как дела? У меня здесь вот ролик наш идет, который мы сняли. Вот прям вот я игру выбираю. Вот вы сидите. Все, пока меня в дурку уводят. Ну нет, ну вы сейчас вот поймете, я вас сейчас включу. Вот, смотрите, вот, посмотрите впереди. Видите экран? Да, да, видите, да? Видим, видим. Сейчас, ладно, сейчас я вам покажу, что это было. Просто пластик надену, груза. Ё-моё! Опа, смотрите, угадайте, что я сделаю. Я ложку взял. Ты как будто кинул удочку, удочку закинул. Ты на рыбалке? Ты на рыбалке? Сиди, ты рыбал. Я на рыбалке. Ребята, пошел улов. А ты на речке или на море? Я не знаю, локация очень красивая. Опа, 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 карася, карася, карася. Я что? Я разобрался, куда вставлять эти капсулы. Только я что-то подгорячился, взял очень эспрессо, короче, прям. Крепкий, крепкий, крепкий. Капсул вставляю здесь. Закры. А воду когда ты нальешь? Сейчас, сейчас. Закрою. Сюда будет литься готовый кофе, сюда. А воду заливаем сюда. Давай, показывай. Все это время было отрыбать, что вы понимали. Все аккуратно, закрываю. Оп, клоузет. Пуш, батон. Ну, пуш. Пуш, ну. Все. Так, окей. Сейчас показываю, что нагревается вода сверху. О, тихо. Все, пошла жара, ребята, кофе пошло. Пошло кофе, пошло кофе, ребята. Как пахнет, да, действительно. Так, все. Так, хорошо. С этим дальше что делать? Ой, ребята, в поездках, конечно, вот с такой штукой, скажу честно, не очень удобно. Мы заехали на недолгий перерыв, а в итоге уже больше часа здесь находимся. Ну, зато Влад у нас вон в виртуальном мире тусит. Я пытаюсь какую-нибудь игрушку найти бесплатную. Так, Серега, что ты тут принес? Орешки, фуалы, желешки и взрывные конфетки. Ну и, конечно, Влад за салфетку. Серега, ну через сколько поедем? Две минуты. Две минуты. Вот я ношу эту груз за 53 бакса. Это VR, это не AR. VR это когда все, когда ты полностью находишься в игре. А AR это когда вот я хочу видеть пацанов и параллельно во что-то играть. Ладно, я найду, я найду классную игру, ребята. Серега где-то по багажнику ползает, что у нас происходит. Смешанная реальность, оу. Ой, ребята, у нас происходит дурдом. Что это? Сыр косичка. Так, погоди. Ну-ка давай-ка затестим сыр косичку из Дубая. Что это? Блин, я не хочу это пробовать. Ну полежал он по солнышке немножко. Ну просто пахнет прыщавым мальчиком. А кофе пьешь? Кстати, насчет кофе. Давайте его попробуем, это все-таки кофе из мини, кофе машины. Крепенько. Гладешь? Ладно, да, конечно. Да. Очень крепкая кофе. Также, ребят, смотрите, нашел прикольную функцию. Вот сидишь ты такой с ребятами и вдруг как-то надоело все вокруг. Нажимаешь вот сюда и оказываешься просто в городе будущем. Пальмы, цветы, как мы же и так в Дубае. Тут какой-то вайлдрифт в реальной жизни. А потом вот сюда жмак и опять, ребят, салют. Мы стартанули, едем. Ребята, я уже, короче, без очков, потому что, прикиньте, мы когда поехали, мой экран остался там. Короче, эта штука еще не понимает, как работать в машине. Ребята, смотрите, что у меня есть. Чат GPT. Я могу с ним общаться прямо так голосом. Привет, как у тебя дела? Привет, у меня все хорошо, спасибо. А у тебя как дела? У меня отлично. Слушай, можешь рассказать какую-нибудь интересную историю? В 19 веке шотландский химик по имени Александр Флеминг работал в своей лаборатории. Однажды он забыл закрыть одну из своих культур бактерий. И на следующий день обнаружил, что в чашке Петри образовалась плесень. Но самое интересное было в том, что вокруг этой плесени бактерии погибли. Флеминг понял, что в плесени содержатся вещества, убивающие бактерии. Это открытие привело к созданию первого антибиотика, венициллина. Венициллин спас миллионы жизней и полностью изменил медицину. Все это благодаря случайному открытию и любопытству еще. Круто. Ребята, нужно срочно переорганизовать пространство в багажнике. Я заметил, что наша подушка чуть не улетела. Все, сейчас тогда припаркуемся. Давайте, выходите, делайте там свои движения. Так. Вроде бы ничего не вылетело. Вот так вот придавлю, все остальное вроде окей. И мы на заправке. Есть хорошие новости. На этой заправке есть электрическая зарядка. У нас уже электричества меньше половины. Поэтому я предлагаю немножко подзарядиться, прибраться в машине. И зарядить еще несколько десятков километров в нашу машинку. А теперь давайте вместе с нами разберемся, как поставить эту машину на зарядку. Во-первых, нужно нажать на Energy. Мне так кажется, Charging. Charge now. И вроде все. Наверное, надо идти пробовать. Пойдем, Серега. Все. CCS. Опа-на. Ну, вот такой. Стремный, я никогда так не... Стой, 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 стой. Не, 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 не. И вот такая. Не подходит. Не подходит. Остался только такой, и он тоже не подойдет. Не, ну эту волыну мы даже не будем тестить. Короче, мы остановились вот здесь вот. Нашли на карте зарядку. Она вот такая вот малышечка. Два входа, но они нам не подходят. Ребята, мы попали. У нас из зарядок только возможность зарядиться от обычной розетки. Но, чтобы зарядить вот эту машину, нам нужно очень долго ждать зарядки от обычной розетки. Короче, ребята, приключения продолжаются. 20 минут мы старались разобраться с нашей тачкой. Вот она стоит такая. Ждет, чтобы ее зарядили, но пока что вообще не планируется зарядка. Серега уже просто в виртуальном мире, он решил убежать от всех проблем. Влад, что там по гуглу? Все нормально? Я ищу, как выбраться отсюда. Смотрите, вот я пользуюсь руками. У меня нет джойстиков. Ну ладно, сейчас я вам покажу, как должен работать, например, ютубчик. А-4 и черно-белая еда. Влад сидит рядом. Я сижу, смотрю на весь экран. Смотрите, вот, пожалуйста, Влад тут. Мы едем на другую заправку, и мы заметили один очень спешной факт. Смотрите, у этого Хаммера три дворника. Я такого вообще никогда не видел. Ребята? Опа, побежала, бэби. Вау, так круто видеть бэмби в дикой природе. Это был плюс вайп. Мы в каком-то жутком месте, ребята. Мы, короче, заехали в какое-то жуткое место, непонятно. Ну, как бы здесь отель, как бы навигатор нас ведет сюда. Ладно, поехали. Посмотрите, вход просто, вот, куда мы заезжаем. Мне кажется, что это будет самая дорогая подзарядка в нашей жизни. Он нам махает, так, ну все, ты уже переставал. Спасибо, мы нужны чарджер для машины. Тесла, мы будем помогать. Мы хотим подзарядить себя, или мы можем подключить его для вас. Я просто ехаю багги, вы просто следите. Окей, нет проблем. Что он сказал, ехать за ним? Возьмет багги и на багги приедет. Окей, он нам показал. Так, вот, ну вот это как будто должна быть, должна быть. Да, но она выглядит очень клево. Так, вокруг машины, кольф-кары. Пацаны, пацаны, если что, я вижу розетку. Сейчас скажешь, 15 тысяч долларов, пожалуйста, на карточку мне переведите. Идем тестировать. Мы дали какому-то местному жителю парковать наш хаммер за 30 миллионов. Наверное, просто это его плата за то, что он нам показал розетку. Я в шоке, что так сложно заряжаться. То есть все обставить нужно зарядками. Вот, есть Тесла, но она не подходит. То есть это какой-то самый новый вид адаптера. И сейчас придется заряжаться через не самый быстрый способ. Момент истины. Так, что-то красненькое загорелось. Синенькое загорелось. Если горит зеленым, значит что-то позитивное происходит. А так будешь стоять, держать? Не знаю, ну а что мне стоит заделывать? У нас зарядки нет. О, ничего себе, русские технологии здесь работают. Я думал, уже так все легко будет, оказывается, нет. Ну что, зарядка пошла, надеюсь. Ну, надо разбираться, горит ли она. Просто скажу свое предположение, ничего на экране не поменялось. Как будто ничего не происходит. Charge complete. Шесть километров в час мы заряжаемся. Сколько? Шесть километров в час? Мощный, мощный. Представьте, это если ваш айфон заряжался бы. Двенадцать дней. Через три дня зарядимся. Итак, что же мы решили с этим делать, вы узнаете буквально через вот. Ребята, хорошие новости. Мы на вилле. Посмотрите, где мы. Короче, мы в нашем гараже. Почему так? Все потому, что мы испугались того, что мы не сможем зарядиться. Мы попробовали четыре разных зарядных станции, и ни одна из них не подошла. Мы приняли решение вернуться на виллу, поставить эту машину на зарядку, посмотреть, на сколько километров она сможет зарядиться за целую ночь, и перерачивать в джипе, но на вилле. И что вы понимали, мы позвонили человеку, у которого арендовали эту машину, спросили, а где здесь можно зарядиться в Дубае. А оказалось, нигде. Говорит, здесь стоит новый разъем для зарядки, и здесь нигде не зарядиться, кроме как возле дома, например. Что-то тут какая-то суета про зарядку. Я, например, думаю, как мне физически подзарядиться. А чтобы физически подзарядиться, нужно... Сейчас мы и проверим комфортабельность этого джипика. Что там? Зарядка идет. Скорость такая же, 6 километров в час. Узнаем после нашего сна, на сколько она зарядится. Влад уже, кстати, готов ко сну. Ой, нет, он еще не готов. Тут было приложение с медитацией. Хочу попробовать. Прикол. Давайте думать, кто где спит. Ну, мы можем, Глент, разложить палатку здесь. А нам двоих. No way, бро. Вот так мы стоим. Так, матрасы понадобятся. Душки понадобятся. Раз, два, три. Палатка собрана. О, палатка стоит. А теперь у меня есть такие две подушки. Смотрите, они очень плоские, потому что они вакуумированные. Сейчас мы их откроем, и они надуются. О, надуваются. Смотрите. Ну, как? Ну, прикольно. Вот такая она была. И теперь такая. Чего там вы встроите? О, эээ... Слушайте, неплохо. Есть опасения, что может быть жаркованка здесь? Спать мы будем с кондиционером. Это стадия зарядки, но так мы подключены к розетке. Я думаю, это не критично. Я буду спать спереди вот здесь вот. Влад сзади. У него тут уже все готово. Смотри, какая подушка. И Серега, давай в люлю. Серега решил спать в твердом багажнике, но на ортопедической подушке. Спокойной ночи. Влад, выключай свою лампу. И свой свет я тоже вырубаю. Сидение на максимум назад. Моя кровать выглядит так, у Влада так. Серега, мне кажется, уже спит в своей конуре. Спокойной ночи. Спокойной. Ставим машину на обдув и ложимся спать. Доброе утро. Тут соседи очень громко работают. Влад. Первые эмоции, каково спать в Хаммере. Мне нужно массаж срочно. Нет, единственное, наушники спасали от этой стройки. Сколько времени? Если верить Хаммеру, сейчас 10 часов 12 минут. Сейчас самое важное убедиться, что Серега на месте. Доброе утро. Каково времени? 10-12, если верить Хаммеру. Здравствуйте, ребята. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok